Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, добрый день, здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего разговора – толкование экзегеза книги второзакония, главы 22. И мы знаем уже из наших предшествующих встреч, что главная задача, главная цель этой книги – дать пояснение, дать разъяснение того, как должно себя вести израильтянину, еврею в разных ситуациях его жизни. Какой закон в той или иной ситуации брака, развода, покупки, продажи, рождения, смерти – вот об этих нюансах, об этих сюжетах, либо кейсах, как сейчас принято говорить, и рассуждает книга второзакония, либо по-евритски, название ее оригинальное. Это книги «Деварим», то есть слова. Тема главы 22, которую мы сегодня будем толковать, читать, это есть объяснение разных деталей, разных довольно разнообразных, таких разношерстных ситуаций в жизни еврея-израильтянина. Таких как, ну вот, покупка, продажа, найденные вещи, и оканчивается глава темой брака семьи, бракосочетания, чистоты евреинки и еврея. Итак, начинаем толковать главу 22 книги «Второзаконие». Первый сюжет называется «Заблудившийся скот». Посвящено этому сюжету первые четыре стиха этой главы. И главное вот в этом сюжете, посвященному скоту и потерявшейся одежде, другим вещам, такое. Во всем этом выражается любовь к брату и торжествует максима. Как ты ведешь себя по отношению к твоему собрату-еврею, так и он наверняка будет себя вести по отношению к тебе. И поступая так, ты воистину сделаешь общество израильское, обществом, где торжествует такая вещь, как любовь к брату, братолюбие, забота о своем ближнем. Итак, первый сюжет «Потерявшийся, заблудившийся скот». Читаем, а потом комментируем. Если увидишь ты, что заглудился в принадлежащий брату твоему бык, либо овца, не проходи мимо, верни животное хозяину. Если он живет далеко, или же ты не знаешь, кто хозяин скотины, возьми ее к себе, пусть она останется у тебя, пока не явится хозяин, и тогда верни ее. Так же поступай и со слом, и с одеждой, и со всем тем, что пропало у брата твоего и найдено тобою, ты не должен проходить мимо. Начинается этот сюжет и заканчивается призывом, ты не должен проходить мимо. Равнодушие – это есть грех, ничего не делание – это есть грех, это есть нарушение заповеди закона Божьего. И это есть, дорогие друзья, вещь не совсем очевидная, потому что в нашем понимании часто грех есть неправильное действие, неправильное деяние, какое-то активно совершенное нами действие или поступок. Но вот в этом рассказе мы выясняем, мы узнаем то, что бездействие, ничего не делание, прохождение мимо тоже может быть нарушением каких-то важных принципов закона Божьего, закона Моисеева. Итак, ситуация понятна, ты идешь по дороге, по тропинке, находишь чье-то животное, домашнее животное, оно домашнее, поэтому оно чье-то, оно не дикое животное, оно у кого-то убежало, кто-то его потерял и так далее. И вот возникает у себя, странствующего, идущего из пункта А в пункт Б еврея, развилка разных вариантов действия, набор разных вариантов поведения. Каких вариантов? Ну вот первый вариант, он проговорен, и так поступать не надо, нельзя проходить мимо, нужно вмешаться, нужно начать какие-то расследования, чье это животное. Осел, корова, овца и так далее, чье это животное. Выяснили, да, оно чье-то, оно вот того самого Ицхака, либо Якова, который войдет в другом селе, и вот надо вот этот момент учитывать в дальнейшем поведении. Если твой брат живет от тебя недалеко, и ты знаешь, где он живет, и ты можешь до него дойти, то надо дойти и отдать это животное. И таким образом ты исполнишь заповедь любви к своему брату, к своему соседу, к другому еврею, другому израильтянину. Если живет этот человек далеко, да, до него не дойдешь, или у тебя нет какой-то такой возможности туда к нему идти, либо если ты не знаешь, кто является хозяином этого движимого имущества, этого животного, возьми животное к себе, да, возьми к себе. Не чтобы это животное оприходовать, да, либо съесть, зарезать, продать сразу же, да, либо как-то вот тайком содержать это животное, чтобы не знал хозяин, что оно у тебя. Нет, так тоже поступать нельзя. Ты не можешь наживаться на имуществе, которое потерял твой брат еврей-израильтянин. Поэтому ты должен сохранить это животное до прихода его хозяина. И когда все эти вещи соблюдены, ты навел справки, ты узнал хозяина, ты его, этого хозяина оповестил, что у тебя это находится животное, это скотина. Вот. Либо ты не знаешь ничего и просто охраняешь это животное, то по прошествии, когда ты уже все сделал, все перебрал, варианты правильного поведения, когда прошло уже долгое время, может быть, полгода, может быть, год и так далее, то ты уже в силу этого момента оказываешься хозяином этого животного. Но лишь когда все другие варианты, они с тобой были реализованы, отработаны, лишь тогда в конце этого всего пути ты можешь оказаться хозяином этого животного. А до этого момента, да, ты являешься лишь его хранителем, кто его содержит, не получая от этого животного прямой выгоды. Более того, ты являешься тем, кто тратится, кто жертву, кто содержание того, что не является твоим. И в этом отношении эта заповедь, это действие активное требует своего рода жертвы. Жертвы во имя твоего собрата, твоего соседа. Ну, из комментария понятно, что и в наше время, да, конечно же, мы сейчас не имеем, как правило, стад или овец, либо других животных. Ну, и в наше время есть потерянные вещи, такие дорогие вещи потерянные. Задача каждого верующего человека – сохранить эти вещи и потом отдать эти вещи хозяину. Если же по прошествии долгого времени нет хозяина, хотя мы развесили объявление, мы всем рассказали, что мы ищем хозяина пропавшего, какого-то очень ценного предмета, уже тогда, впоследствии мы можем оказаться, и закон нам это не запрещает такими делаться, мы можем оказаться владельцами этого найденного и сохраненного имущества. Впрочем, когда хозяин появится, тогда мы должны отдать имущество ему. Потому что однажды и мы можем потерять что-то или кого-то, и найденный нами, вот найденный предмет, либо существо, либо даже человек, тоже, возможно, получит лишний шанс быть сохраненным и возвращенным своему хозяину. Но призыв, повторяющийся дважды, здесь заслуживает того, чтобы мы еще раз его озвучили и запомнили, ты не должен проходить мимо. Равнодушие, бесчувствие тоже есть очень большой грех, нарушение Божьей заповеди. Читаем дальше. «Если увидишь, что принадлежавший брату твоему осел или бык упал на дороге, не проходи мимо, помоги брату твоему поднять его». Вот еще раз повторяется этот призыв, не проходи мимо, прояви сочувствие, сострадание, помоги твоему брату разобраться со здоровьем и самочувствием его скота. Видите, осел или бык – это вьючные животные. В наше время, конечно же, это тоже правило имеет актуальность, потому что можно его спривоцировать на ситуацию, где на дороге, когда кто-то попал в происшествие дорожно-транспортное, и вот ситуация у него довольно тревожная. Это либо пустынная трасса, либо уже темно, либо это есть какие-то северные регионы, и без вашей помощи может случиться беда. Поэтому задача каждого верующего человека – остановиться и помочь попавшему в беду человеку, своему брату, своему ближнему. Дальше меняется тема, видите, у нас имущество, потом будет женская одежда, потом будет гнездо птиц, а потом будет перила на крыше. Вот такая вот мысль довольно активно бегает у автора этого текста, и он спонтанно, видимо, то, что у него приходит на ум, в памяти возникает, он и записывает эти сюжеты. Поэтому сюжет следующий, это стих пятый, посвящен женской одежде. Ну, скажем так, не только женской одежде, а надеваемой одежде противоположного пола. На женщине не должно быть ничего такого, что носят мужчины. А мужчина не должен надевать женскую одежду. Всякий, кто делает так, мерзок Господу твоему Богу. Довольно, друзья, непонятное требование, не правда ли? Да, что тут имеется в виду? В наше время, тем более, это правило оказывается трудным для исполнения, потому что, ну вот, например, сейчас я сижу и одет в одежду, которая, может быть, с кем-то названа или сравнена с женской одеждой. Потому что у меня есть подобие платья на мне, там какая-то есть внизу юбка, это все называется подрясник. Либо даже ряса тоже имеют такое долгополое, свойственное женщинам, признаемся, вид вот такого оформления, вид шитья и кройки. Более того, в наше время женщинам обычно носить и шляпы, и брюки, и джинсы, и вообще-то в одежде отличаться мало от мужчин. Ну вот, в древнем обществе, друзья, было по-другому. До сегодняшнего дня на Востоке по-другому. Да, есть четко прописаны, зафиксированные стандарты, как нужно одеваться мужчине и как нужно одеваться женщине. И есть кодексы, есть такие каноны, существующие, возможно, негласно. Они не записаны нигде, они не зафиксированы в каких-то альбомах или каких-то сайтах. Этого нет. Но все люди какого-то общества, древнего, либо современного, традиционного, знают, как нужно одеваться мужчине и как нужно одеваться женщине. И у всех есть одежда для этого. И вот в этой связи возникают кто-то, какие-то люди, или мужчины, или женщины, которые поступают иначе. Да, вот. Есть одежда женская, но я одеваю мужскую одежду. И мужчина, у него есть одежда мужская, запас тоже довольно велик, нет нужды в одежде женской, но надевают женскую одежду. И вот это вот поведение, когда известны стандарты, когда стандарты, ну, рационально, вот тут нет ничего вот там такого сковывающего, просто есть разная одежда для мужчины, для женщины. И когда нет нужды прямой одевать одежду мужчине и женскую, наоборот, вот тогда смысл этого стиха обретает свой голос, обретает свое значение. Вот в этой ситуации, в этом обществе поступать, как написано здесь, неправильно, нехорошо. Потому что какие твои мотивы, да, какие твои мотивы, о, еврей, когда ты одеваешь женскую одежду. Мотивов, может быть, на самом деле, не очень много. Первый мотив, и все они плохие, наверное. Первый мотив – это желание кого-то обмануть, да, возможно, кого-то ограбить, скрыть свою идентичность, притвориться женщиной, сделать нечто противозаконное, да, нечто нехорошее, чтобы потом тебя не узнали. Но, разумеется, такая мотивация является дурной и плохой. Другая мотивация, и в наше время, увы, она имеет место быть, такая. Ну, разного рода однополые виды сексуальных взаимоотношений. В этом отношении, когда мужчина одевает женскую одежду, все делается понятно, потому что он желает понравиться другому мужчине. Но, разумеется, такая мотивация тоже вызывает осуждение стиха 5-го нашей 22-й главы книги «Второзаконие». Третья мотивация в наше время, наверное, уже отсутствует. Вот. Такая, что ради каких-то культовых, языческих целей, да, служа Ваалу, Астарт и другим божествам, это гипотеза, мы точно этого не знаем, это догадка комментаторов. Возможно, в этой связи мужчины и евреи тоже могли одевать женскую одежду. Вот все три варианта, которые мы разобрали, они, конечно же, не хороши, они постыдны, они не нужны, и они поэтому описываются как мерзость пред Господом. Это Бог не принимает, ему не нравится, и раз ему не нравится Б, являющийся следствием А, то Бог осуждает и А, а именно то, что евреи одевают женскую одежду, а евреинки одевают одежду мужскую. Так быть не должно. Дальше меняется фокус, да, меняется тематика этих стихов, и речь идет о гнезде птицы. Почитаем, потом прокомментируем. Если в пути ты нашел гнездо, на дереве или на земле, а в гнезде есть птенцы или яйца, и птица сидит на птенцах или на яйцах, то не забирай мать вместе с потомством. Отпусти птицу, а потомство ее можешь забрать, тогда тебе будет хорошо, и долгой будет твоя жизнь. Тоже довольно загадочное предписание, которое может быть понято, увы, когда мы обратимся лишь к тому древнему патриархальному деревенскому контексту. Итак, что тут имеется в виду? Есть странник, он идет по пути, это, видимо, это какой-то пешеход, путь, возможно, бывает и долгий и так далее. И в нашей ситуации всегда по пути возникают разные кафе, рестораны. Мы можем зайти, отдохнуть, подкрепиться, заказать кофе, гамбургер или нечто более полезное, и таким образом получить необходимые калории для того, чтобы свой путь продолжать дальше, имея и настроение хорошее, и силы, и так далее. Но вот в древнем мире этого не было. Никаких не было ни кафе, никаких не было ресторанов, никаких не было таких вот мест для питания публичного, ничего этого не было. И ты должен был идти, и подкрепиться можно было лишь одним способом. Сорвать фигу, сорвать грушу, персик, абрикос, то, что росло, да, какому-нибудь виноград полудикий. Или вот как вариант прийти и, услышав, что там есть какое-то гнездо, увидеть запас пищи, вроде бы тебе поджидающий. Там есть и мясо, птица, там есть и яйца, на которых она сидит. И возникает вот тут уже развилка, которую и оценивает закон. Какая развилка? Ты можешь взять все, и ты можешь взять не все. Вот так вот. Других вариантов, вариантов ничего не брать, туда не вмешиваться, увы, не было, потому что хочется есть, есть нужда в подкреплении, в припитании, никаких кафе нет поблизости, ближайшие 19 столетий их не будет в этом регионе. И в этом отношении есть лишь такой вариант, брать все, и яйца, и птенцов, и их мать на сетку, либо брать что-то. И вот закон говорит однозначно, ты можешь взять яйца, ты можешь забрать птенцов, но ты не можешь убивать на сетку, ты не можешь убивать эту птицу. В этом отношении проявляется здоровое самоограничение, цель которого очень проста, и она благородна. Забота об окружающем мире, забота о живых тварях, нежелание и неблагословение Бога на то, чтобы ты съел все, потребил все, уничтожил все. Вот Библия и законы Ветхого Завета против этого. Если нельзя не брать, то возьми часть, не забирай все, да, дай жизнь, оставь в жизни этой птице, пускай она живет дальше. Но яйца можно взять, это не грех. Дальше опять меняется тема, новый сюжет, посвященный этому сюжету стих 8, перила на крышах. Итак, читаем. «Когда строишь новый дом, сделай по краям крыши ограду, чтобы никто не упал с крыши и на твой дом не легла вина за кровь». Вот такое предписание. Значит, понятная ситуация, она хорошо тут описывается. Ты строишь дом, ты делаешь строение. И всегда у кого есть стройка, мы все знаем про то, что стройка вещь очень дорогостоящая. И там, где можно сэкономить, сэкономить нужно, потому что построишь нечто необязательное вроде бы, и не хватит денег на что-то совсем уж нужное. Двери, окна, проводку, сантехнику и так далее. И вот возникает опять же выбор, развилка, которую оценивает закон, делая предписание, как нужно себя вести в этой ситуации. И так есть плоская крыша, на котором проходит часть жизни семьи, человека, жившего в те времена. Там можно было иногда и спать, и устраивать какие-то застолья. Короче, вот можно там заниматься какой-то деятельностью. Но ты человек взрослый, понимаешь, что там вот, не знаю, там вот коронится дома, ты сам все это сделал, ты не ошибешься, ты не сваришься, ты не упадешь. Ну и то же самое, наверное, твоя жена не пропадет, не упадет и не сварится и так далее. И в этом отношении делать какие-то перила, тратить время, силу на то, чтобы другой не упал, было возможной вещью не совсем очевидной. Но вот возникает предписание закона, ты должен сделать перила. Как бы это было, может быть, не затратно, не неудобно, не трудно, перила должны быть. Делая перила, ты заботишься о своем ближнем, который может быть у тебя дома, в гостях, будет спать на крыше, либо будет с тобой вкушать трапезу, ужин на крыше, и, возможно, будет темно, и, возможно, он заплутает, и, возможно, будете вы пьяные, и он упадет, и может убиться, может сломать себе шею, ногу, руку. В этом будешь виноват ты, о ленивый строитель. Тем более, может речь идти о том, что там будет ребенок, а дети падают отовсюду, и, не дай бог, он свалится с крыши твоего дома. Смерть его будет на твоей совести. Ты должен заботиться о человеке, потому что жизнь человека есть ценность. И вот закон предписывает проявлять эту любовь, эту заботу и строить перила на крыше твоего дома. Но, конечно же, это предписание имеет массу применений и в нашей жизни. Это касается всех сторон нашей жизни. Делая что-то, копая канаву, колодец, строя дом, дачу, баню, делая проводку и так далее, мы должны думать. Вот мы-то взрослые, мы строители, мы знаем, куда можно идти, куда идти не надо, где у нас находится что, куда лучше руки не сувать. А твои дети и твои соседские дети, твоих соседей дети этого не знают. Они бегают, они не имеют этого опыта. И ты можешь причинить им урон, ты можешь убить их своей ленью. Прояви трудолюбие, исполни закон Господа и построй перила по всей, понимаешь, плоскости твоей жизни. Во всех своих начинаниях, во всех своих делах сделай перила. Дальше. Дальше стихи довольно непонятные. Девятые-одинстые стихи посвящены запрету на разного рода смешение. Итак, читаем, потом комментируем. Не сей в своем винограднике другой вид семян, Иначе все это окажется под запретом, И посеянное тобой и урожай с виноградника. Не паши на вале и осле, Приженых в один плуг, Не носи одежду, сотканную из двух разных видов нити, Из шерсти и льна. Ну вот, есть нечто разное, да, Есть разные типы семян, Есть разные типы животных, Которые могли пахать, да, вол и осел. Есть одежда, которая могла быть сплетена из ткани, Сделанной из разных типов материала, да, шерсть и лен. Так вот, по каким-то причинам, По каким-то причинам, нам непонятным уже, И древним непонятным, И комментаторы немножко путаются, И они не могут прокомментировать, Понятным образом объяснить, Почему это все непозволительно. Но какие-то, возможно, Причины были богословские, да, Что вот Бог создал разные типы животных, Разные типы растений, Разные типы материала для одежды годного, Шерсть, там, либо лен, Либо что-то еще. Вы не можете нарушать Божий план. Вы не можете смешивать, Какие-то делать, Новые породы выводить, Заниматься селекцией, Прививками дерева одному к другому дереву. Это так делать не надо, нельзя. Потому что ты как будто бы вмешиваешься в Божий закон, В Божьи какие-то порядки, В Божьи планы. Ну, отчасти, В настоящее время, Это все тоже имеет свое значение, Потому что, как мы знаем, Генетика может делать Немножко необычные и печальные вещи, да, Иногда, когда мы Очень усердствуем в смешении разного всего, да, Ища личную выгоду, да, Или пытаясь играть в роль Бога, Я вот нечто новое создам, Сгенерирую там, Может, когда будут разные мутации, Скрещу этого и этого, Тогда возникает, признаемся, Много хорошего, да, Возникают новые сорта, Ценные какие-то породы, И, как правило, В руках хорошего ученого Все это работает, И тогда получается, Что значение этих предписаний, Оно как будто бы уже оказывается Неактуальным, что ли, Неработающим, отмененным, Но иногда возникают и разного рода Нехорошие вещи, Нехорошие продукты, Нехорошие какие-то Выведенные типы растений, Захватывающие наши просторы, Как какой-то сорняк, Которого не ест никто, Ни олень, ни корова, ни овца, Да, мы знаем, Такие растения есть В наших краях русских, Либо даже возникают Разного рода интересные Бактерии, вирусы, Побочный эффект Разнообразных экспериментов, Которые делают Какие-то ученые, Играя в богов В своих лабораториях, Так вот, ученые, Занимающиеся этим, Могут прочитать эти стихи, Запрещающие Разного рода смешения, И положить предел В своих каких-то фантазиях, Инициативах, И в своих экспериментах. Дальше, Еще новая тема, Тема такая, Кисточки на углах твоей одежды, Стих 12, Сделай кисти, Или кисточки На всех четырех углах Твоего плаща, Да, Есть плащ, Такая популярная одежда Для тех времен, Это и плащ, Это и пальто, Это и куртка, В нашем понимании, Это и есть какое-то одеяло В моменты странствования, Либо когда жизнь скудна, И у тебя нет отдельного одеяла. Короче, плащ. И хорошо бы какие-то популярные вещи, Которые мы часто используем, Чем-то отметить, Чтобы мы, Замечая эти отметки, Какие-то эти меты, О чем-то хорошем бы думали, О чем-то важном бы думали. И вот есть такой совет, Делай на краях твоего плаща кисточки, Чтобы, видя их, Ты каждый раз вспоминал. О чем вспоминал? Об этом нам рассказывает Глава 15-й книги чисел, Где и рассказано О смысле этих самых четырех кистей. Смысл такой, Чтобы ты помнил О заповедях Бога И о своем долге пред Богом. Вот и все. Помни о чем-то достойном, Важном, возвышенном, Когда ты видишь у себя на одежде Какие-то эти самые кисти. Вот такой смысл этих предписаний. Дальше. Новый раздел, Раздел большой, Посвященный супружеским отношениям, Супружеским правам. И этим сюжетом посвящена Вся оставшаяся часть Главы 22-й. И сразу требуется Кое-что проговорить. Это, как правило, Будет касаться тема, Которой мы не касаемся сейчас. Эта тема табуирована даже так. И в проповедях священников, И в разговорах. Короче, сейчас никто в эти вещи Не лезет, возможно, Правильно делая. Но вот Книга второзакония считала, Что эти вопросы являются Достойными предметами Для регламентирования, Для обсуждения, Для какого-то контроля. И так, Твоя интимная, Твоя приватная, Сексуальная жизнь Не является для Ветхого Завета Твоей личной, Приватной, Интимной, Сексуальной жизнью. Это касается, Вот так вот Было в том мире устроено, Мы можем лишь как-то Все это читать и понимать, Да, вот, Ну, Ходить, Что называется, В положение Культуры того времени. Вот так было тогда устроено. Твоя приватная жизнь, Не приватная жизнь. Мало что приватного есть у тебя, Потому что все является вещью важной для всего общества. И в этом отношении и молитва, и пост, и интимная жизнь, и любовь, и так далее, и деньги, разумеется. Это все то, что касается всего общества. То, что может общество сделать процветающим, Либо то, что может сделать общество, ну, каким, болеющим, проклятым, скверным, нездоровым. И в этой связи, вот в этой системе общественных взаимоотношений, Этей системе ценностей, Действительно, брак, бракосочетание, свадьба и развод, Это были вещью, касающиеся всего общества. И поэтому нужно было рекламентировать на уровне закона эти разные нюансы. Главная тема этих стихов, тема девства. Чистоты. И как раз это та самая тема, табуированная, о которой я вот выше говорил. Сейчас не спрашивают, да, это читается неприличным касаться этого сюжета. Даже священник об этом никого не спрашивает и правильно делает. Но вот в книге второзакония тема девства, она оказывается очень важной. И в каком отношении важной? В том отношении, что предписывается необходимость воздерживаться от половых отношений до брака. Вот. И нарушители этих предписаний, как мы ниже прочитаем, они будут иметь очень жестокое наказание. Настоящую смерть. Побиение камнями, когда виновница, нарушительница этой заповеди и нарушитель, они собираются вместе и побиваются камнями. И участниками этого побиения делаются все жители этого городка, этого села, этого поселка. Итак, добрачная половая жизнь, это есть тема, которой уделяется большое внимание в этих стихах. И она не одобряется, она запрещается, она табуируется. Нельзя иметь добрачную половую жизнь. И в этом отношении проявляется, конечно же, много чего такого ветхозаветного, обусловленного культурой того времени, разными нюансами, мы о них сейчас поговорим. Но при всем при этом, при всей ветхозаветности этих повествований, и особенно кар, предписанных для нарушителей этих правил, мы можем говорить о том, что все-таки кое-что неприходящее, вечно до сегодняшнего дня актуальное, имеется, содержится в этих грубых, таких патриархальных, ветхозаветных стихах. Итак, начнем разбирать эти сюжеты. Ну вот, например, что могло двигать законодатель Лем, когда он эти правила предписывал? Могла двигать им, например, адекватное понимание того, что эти связи до добра не доводят. Ну вот, например, так. Например, чтобы он рассуждал, что чтобы не было разных нехороших вещей в обществе, чтобы они не захватывали целиком это общество, хорошо было бы, чтобы не было добрачных половых отношений. Каких вещей можно было бы избежать, запретив добрачные половые отношения? Ну, такие вещи, как, допустим, нежелательная беременность, да, либо аборты, которые вызваны этой нежелательной беременностью, разводы, половая распущенность, приводящая в конечном итоге к обесцениванию этих взаимоотношений, да, к обесцениванию участников этих отношений, когда женщина, оказывается, сведена лишь, да, от уровня этих сексуальных форм взаимодействия. Чтобы этого не было, чтобы было общество целым, здоровым, собранным, правильно ориентированным, запрещаются добрачные половые отношения. Ну, конечно же, при всем при этом, да, вот, как правило, есть, находится тут некоторый перекос, да, мы тоже о нем поговорим. Перекос в том, что, как правило, ну, не всегда, как правило, да, очень часто оба, мужчина и женщина, виновники, да, и они являются объектами наказания. Но все-таки во многом мы находим здесь более строгие предписания по отношению к женщине. Вот, в основном, забота об этой чистоте, она касается, требуется, точнее, от девушки-израильтянки. Вот ее задача быть девицей к браку. Про мужчину, про юношу разговор тоже вроде бы ведется. В каком ключе он ведется? Нельзя вступать этому мужчине в отношения половые с девушкой-израильтянкой, либо женщина-израильтянка, которая является чьей-то женой. Вот, другие вещи, другие варианты здесь не проговариваются. И как будто бы возникает такая мысль, что юноша-еврей, юноша или мужчина-еврей свободен в своих отношениях, половых интимных, когда они не касаются, вот, описываемых категории населения. А ведь в древнем Израиле было много кого еще, кто не являлся ни девушкой-израильтянкой, ни чьей-то женой какого-то еврея-израильтянки. Много было других женщин. И в этом отношении получается, что права мужчины были более свободные, более такие либеральные, чем права у женщины. Вот. Ну и, скажем, последняя вещь в качестве вводной, а потом уже будем стихи комментировать, касающиеся девства, да, вот, женского. И воистину эта вещь, эта деталь, она затрагивала многие вещи, с которыми в наше время она как будто бы не имеет связки. Ну вот, например, очень была честная связь между девством и имуществом. Вот, девство и имущество. Если есть девство, то жена является полноправной женой, да, ее вхожение в брак является полноценным, полноправным, и она обладает отныне полноценными правами еще и имущественного толка. Она является хозяйкой в своем доме, она является той, которая родит первенца, и первенец будет ее сын, и она будет для сына первенца владельца всего имущества мамой, да, и она будет царицей однажды всего этого домовладения. Вот, раз нет девства, то получается, что вся эта система нарушится, и женщина, она оказывается бесправной и неимущей в этом отношении. С другой стороны, роль отца, да, отец должен быть хранителем этого ценного капитала. Вот, отец должен охранять этот ценный капитал, потому что в дальнейшем он сыграет в имущественном отношении очень серьезную роль. А именно, жених твоей дочери даст тебе выкуп за твою дочь, вот, ты получишь, вот, ни с того ни с сего в качестве приданного большую сумму денег, потому что ты отработал как отец на должном уровне, и это есть хороший стимул. Во-вторых, твоя дочь, я об этом и поговорил уже, выше говорил, она будет пристроена, она будет хозяйкой домовладения, хозяйства, она будет чьей-то женой, матерью какого-то первенца. И в этом отношении связь девства и имущества, она была тоже очень сильная. В наше время, конечно же, в обществе европейском, западном, эта вещь полностью отсутствует, да, и никого уже не волнуют эти детали, вот, и в этом отношении иногда проявляется настоящая такая христианская любовь снисхождения к человеку, к женщине, чтобы не было у нее предшествующей жизни. Вот, но для христианина, конечно же, ситуация иная, да, в настоящее время все еще действуют правила во всех консервативных церквях христианских, в православии в том числе. Это правило предписывает воздерживаться от добрачной половой жизни как девушку, так и юношу без всякой асимметрии. Вот в христианском мировоззрении, в христианской этике действительно обязанности, касающиеся добрачной половой жизни у девушки и у юноши, являются идентичными и одинаково строгими. Вот, ну, это были наши вводные слова, такие вводные замечания. Переходим к чтению стиха тринадцатого. Если некто женится и ляжет с женой, и она ему не понравится. Вот такая завязка. Вот есть брак, вот, и он начнется половая жизнь, семейная жизнь, и какой-то будет дискомфорт, какая-то будет неприязнь у мужчины к женщине, у мужа к жене. Дальше. И он начнет обвинять ее в бесчестии и распространять о ней худую малову, говоря, я взял ее в жены, но когда лег с ней, то обнаружил, что она не девственница. Ну, ситуация, конечно же, ужасная. Тяжело представимая в наше время, когда, получается, муж лишает чести, достоинство свою, вот, вроде бы, жену, вот, обесценивает репутацию до нуля, да, выставляя ее, как плодницу на глазах всего общества. Вот такая завязка, да, вот, значит, он не любит, она ему не понравилась, и он обвиняет ее в этом моменте, что она не была девицей на момент бракосочетания. Тогда, вот, возникает вилка, да, значит, что может быть дальше? Первый вариант. Тогда отец и мать девушки должны принести доказательства ее девственности городским воротам и показать старейшинам города. Пусть отец скажет старейшинам, я отдал свою дочь замуж за этого человека, и она ему не понравилась, и он обвиняет ее в бесчестии, говорят, что дочь моя не была девственницей. Ну вот, доказательства ее девственности. И пусть развернут одежду перед старейшинами города, и старейшины подвергнут этого человека наказанию. Ну вот, первый вариант такой. Значит, обман. Такого не было. Она была девица, а то, что делает этот человек, это и есть настоящий поклеб и какое-то неправедное, беззастенчивое вранье. А что показывается? Ну вот, конечно же, об этом говорить, друзья, не очень приятно, не очень комфортно, но раз это есть в Писании, то стоит и пояснить. Какие-то одежды показываются этими родителями, точнее, отцом показываются. Значит, что за одежды? Ну, возможно, какие-то одежды, где была кровь, да, кровь этой женщины во время известных периодов, которые есть в жизни женщины. Эти одежды носимы были этой девушкой до бракосочетания. Вот предыдущие, предшествующие какие-то месяцы перед бракосочетанием. То есть, она не была беременна, и в этой связи, возможно, делаем вывод, она была девицей. Другой вариант, те самые простыни первобрачной ночи, которые еще лет 50 назад вешались на заборы, выставлялись в разных регионах нашей страны. И вот такие дикие вещи, конечно же, долгое время практиковались, потому что в традиционном обществе детство является ценностью, является капиталом, является чем-то очень важным, с чего и должно начинаться такому нормальному браку. Поэтому первый вариант, который мы разобрали, вот, значит, он такой, что муж обвиняет. Муж обвиняет свою жену неправедно, и она таки была девицей. И нужно этому, этого мужчину наказать. И какое наказание? Вот оно в стихе 19 описано. «Пусть взыщут с него сто шекелей серебра и отдадут их отцу девушке, ведь этот человек распускал худую молву о девственнице-израильтянке». Вот, значит, вот первое наказание за его ложь, штраф, да, сто шекелей. Приденное было 50 шекелей. Таким образом, благодаря красноречию и воровству зятя, имущество, тесть увеличивается в три раза. Вместо 50 шекелей он получает 150 шекелей. И, конечно же, возникает первая реакция такая, что надо обвинить этого отца, потому что он корыстен. Да, вот тут дочь, понимаете, его втирают в землю, топчут его репутацию, а вот она вот, а он берет денежки. Да, вот такая первая реакция. Можно так порассуждать. Действительно можно порассуждать. Хочется, как кажется нам, как другие народы, живущие в горах, кого-то, может быть, зарезать, кого-то, может быть, убить, как будто начать вендетту многовековой длительности, вот такую вот борьбу кланов, кровопролитную, кровожадную и так далее. И вот в этом свете, возможно, предписание штрафа является чем-то более резонным, более рациональным. Лучше не начинать вендетту, никого лучше не убивать, лучше заплатить за свое вранье, действительно, этими шекелями, этим серебром. И так, в конце концов, будет всем лучше. И этой, и твоей дочери, и тебе, и даже этому обманщику-зятю. Так всем будет лучше. И Библия предписывает нам, никого за такого рода слова, за слова, не за действия, а за слова, не решать жизни, не решать здоровья, а взять с него штраф. Он виноват, и он должен штраф выплатить. Это еще не все. Дальше. Есть другая часть наказания. И она останется его женой, он уже не имеет права с ней развестись всю свою жизнь. Вот такая, понимаете, вторая часть наказания. Еврей мог развестись, и мы в главе 21-й об этом читали. Развод – допустимая вещь. Да, бывают разводы у евреев. Но тут нельзя, раз ты уже ее так сильно опозорил, ты пред ней виноват, и поэтому она всегда будет твоей женой, и она тебе родит первенца, и ты будет твой первенец, это будет ее сын, и она однажды окажется царицей, владычицей во всем твоем домовладении. Все твое будет однажды ее. Вот, потому что сын ее, твой наследник. То есть, права имущественные этой женщины, они являются прописанными и гарантированными. Ничто не может нарушить эти права. Она является владелицей части имущества. Она имеет часть в твоем пропитании, в твоем столе, в твоих ужинах, обедах. Она – часть твоей семьи. У нее есть права. Ты не смог ее наказать, ты не смог ее обречь на смерть. Она имеет права. Дальше. Заканчивая этот полный сюжет, скажем, что все-таки, видите, отношение, ветхозаветное – это отношение между мужчинами. Да, женщина, девушка тут вообще является каким-то безгласным существом. Она ничего не говорит. И воистину возникает дикая ситуация, когда ее тело в самых ее интимных моментах как будто бы изучаются ведущими себя очень эгоистично мужчинами. Да, вот такая ситуация описывается, довольно печальная. Это разговор двух мужчин, мужа этой девушки и отца этой девушки. И вопрос решается, как правило, в финансовом плане. Но вот другая ситуация. Оказывается, что после какого-то расследования, что она не была девицей, она действительно оказалась женщиной, вступая в брак. И вот чего делать с ней дальше. Но если обвинение кажется справедливым, если она действительно не была девственницей, то пусть приведут ее к двери отцовского дома, и пусть жители города забросают ее там камнями насмерть. Она совершила гнусное дело в Израиле, развратничала в доме своего отца. Искорените зло. Вот такое предписание, такой конец варианта второго вот этой всей истории. Обвинение озвучено мужем, обвинение справедливое. Вот повод для того, чтобы от нее избавиться, таким образом есть. Ее убивают, и она не является твоей нелюбимой женой впредь. Ужасная акция. Акция, касающаяся какого-то момента, связанного с наставлением, назиданием всему этому населенному пункту. Собирается все население, собираются мужчины, женщины, дети, возможно, приводится к воротам отцовского дома эта девушка. Ее убивают все жители этого населенного пункта, забивая камнями. Так описывается тут вот эта вот реальность. Но вот возникает вопрос, так ли это было на самом деле? Или много ли кого убили таким образом? Тут, конечно же, есть целое пространство для разного рода спекуляций. Из которых можно выделить две крайности. Первая крайность такая, что всех не девиц убивали. Ну, видимо, едва ли было так. Ну, едва ли было так. Потому что люди не таковы. Люди не очень любят кого-то убивать. Это всегда какая-то есть крайняя мера. И даже в этом ветхозаветном обществе люди не были кровожадными. То есть, не была целью жизни человека кого-то убить, камнями закидать при малейшем для всего этого поводе. Поэтому, наверное, они всех убивали. Кроме того, книга-притча, глава шестая, она описывает такую ситуацию и говорит, что всегда было право у обиженной стороны вымаливать пощаду в обмен на штраф. То есть, всегда была, наверное, возможность, и это вписывалось в природу нашей психологии, нам свойственно получить выгоду и разойтись миром. Поэтому иногда действительно платил какой-то штраф отец этой девушки, и расправы не происходило. С другой стороны, мы знаем события новозаветной истории, Евангелие от Иоанна. Помните историю про женщину, взятую в прелюбодеянии, и ее хотели убить. Вот так вот, гораздо более позднее время, довольно уже цивилизованное время, развитое время, просвещенное время, когда уже есть эльгины на территории Палестины, римские войска, понятие о законе, о правах личности. Много чего хорошего уже есть, но все равно женщину хотят убить. С другой стороны, опять же, видите, другой вариант. Вот случай Марии, матери Иисуса Христа, она, видите, тоже была вроде бы, как выясняется, беременная на момент бракосочетания грядущего. То есть, вот реальный случай, случай реально, который здесь описывается. Но Иосиф решает ее не убивать, не озвучивать проблему, а просто тихонечко, мирно, даже без выкупа, ее отпустить. Поэтому где-то, видимо, реальности была посередине, даже более, наверное, как мне кажется, ближе к краю такому, как снисхождение, то есть неисполнение этого предписания. И в этом отношении предписание, вот описанное, прочитанное нами выше, это была лишь такая грозящая, такая вот угрожающая плетка, висящая на стене отцовского дома, которая использовалась, возможно, раз в жизни, но она использовалась, она могла быть использована и чаще, она была, предписание было, и кого-то могли за все это, за все эти вольности, таки убить. Дальше. Другой случай. Если мужчину застали лежащим с чужой женой, то оба должны быть преданы смерти. И мужчина, сделавший такое, и сама женщина, исхорените зло в Израиле. Ну вот, другая ситуация, это уже жена, вот, чья-то женщина, она часть его имущества, на самом деле, этого мужчины, она является владелицей его репутации этого мужчины, она может и уничтожить эту репутацию. И вот возникает случай, который грозит именно этим уничтожением репутации ее мужа, потому что муж жены, которая с кем-то спит, он имеет репутацию близкую к нулю. И вот они взяты с поличным, да, их раскрыли, их свидание было обнаружено, и тогда, видите, у нас получается, что права одинаковые. Какие права? Одинаковая, получается, у них ответственность перед законом, сделавшись такое, мужчина и женщина, они будут убиты. К слову сказать, по законам Хаммураппи предписано людей, было предписано людей, таких вот любовников, взятых с поличным, связывать вместе веревками, бросать в реку Юфрат или Тигр, что было, короче, ближе. То есть, ведь Древний Восток и Восток современный к этим вещам относятся очень жестко и принципиально. Так поступать нельзя. Заметим, конечно же, очень важное замечание, мужчина, которого вы видели лежащим с чужой женой, видите, чужая жена. Если бы она была не чья женщина, то не было бы этого предписания, да. Отношения с не чьей женщиной, да, они таким образом не карались в ветхозаветные времена. Дальше. Если в городе мужчина встретит невинную девушку, обрученную с другим человеком и ляжет с ней, новый случай, значит, есть обрученная девушка, есть любовник, есть городские реалии. Очень важное замечание городские реалии, то есть, когда людей много, дома стоят друг с другом рядышком, и всегда можно было заорать, громко закричать и кого-то позвать на помощь. Да, ну вот, видите, не позвала, да, и вот она была обручена, и она была уже чьей-то, чьей-то она была собственностью, да, она была чья-то. Вот, она была частично владением своего будущего мужа, своего жениха. Да, как быть в этом случае, то вы должны привезти обоих городским воротом и забросать камнями насмерть. Видите, обоих, да, потому что, видите, почему мы уже выше это разобрали? Потому что этот мужчина-еврей посягает на чью-то женщину, на чью-то девушку, да, она чья-то, она кому-то обручена. Городским воротом нужно привезти их обоих и забросать камнями насмерть девушку за то, что она не звала на помощь, хотя дело было в городе, а мужчину за то, что он обесчестил жену ближнего. Исхрените зло. Видите, обесчестил жену ближнего. Логия, конечно, такая довольно ветхозаветная. Он обесчестил жену ближнего, но в этом выражении надо сделать акцент на слове ближнего, потому что жена-то после всего этого убивается, а ближнему высказывается сочувствие. Вот его жена была обесчестена, поэтому мы ее, ну, точнее, невеста, мы ее поэтому и убьем, прибьем, да. Вот, значит, ну, как быть, когда, допустим, это было не в городе, или она звала, но никого не пришло на помощь, никого не было. Кто мог бы помочь. Если же вне города мужчина встретит девушку, обреченную с другим человеком, схватит ее и ляжет с ней, то смерти следует предать только мужчину, который сделал такое. Девушку не наказывайте. Она не совершала ничего, что заслуживала бы смерти. Случай с нею, подумая тому, как если бы кто-то напал на ближнего и убил его. Мужчина встретил ее в поле, и даже если обреченная девушка кричала, некому было прийти к ней на помощь. Вот, видите, значит, если вне города, то она не наказывается. Наказывается лишь мужчина, да, виновник, инициатор этих отношений, обрекающий девушку на случай, разобранный нами выше, когда она оказывается в браке, и оказывается она уже не девица. Вот, виновник всех этих нюансов, заслуживает смерти, и закон, не считаясь тем, что он аж мужчина, обрекает его на смерть. Он виновник, он заслуживает такого наказания. Зло нужно уничтожить в корне. Довольно суровое предписание, да, у нас вызывает оно некоторую такую отропь, да, но понятная мотивация. Что будет с людьми, с обществом, в котором муж будет бояться за, постоянно бояться за жизнь своей, интимную жизнь своей жены, с кем она спит. Что будет с обществом, где все будут друг другу изменять, где все будут друг друга пытаться изнасиловать, и так далее. Это будет общество дурное, и в этом отношении нужно снизить накал, как будто бы отправить, канализировать все эти отношения. В безопасное супружеское направление. Хочешь быть с ней, женись, вступи в брак. Хочешь быть мужем этой женщины, пускай она берет разводную, закон это позволяет, и вступай с ней в брак. Хочешь быть мужем этой девушки, иди к ее отцу. Все можно делать официально, безопасно и почтенно. Иначе кого-то будет ждать смерть. Дальше. Если мужчина встретит невинную девушку, еще не обрученную никому, схватит ее и ляжет с ней, и их застанут, то мужчина, сделавший такое, должен уплатить отцу девушке 50 шекелей сиры бра и взять ее в жены, потому что он обесчестил ее. Он не имеет права с ней развестись всю свою жизнь. Кейс, друзья, очень интересный. Видите, на самом деле, начало довольно мрачное. Это насильник, это изнасилование. Он схватил ее против ее воли. Там, возможно, было и слезы сопротивления, и эта трагедия. И вроде бы все понятно. Поступивший так заслуживает смерти, наказания серьезного. Но вот закон рассуждает, а что можно сделать с ним еще? Что еще можно быть в этой ситуации, кроме смерти? И, как мы знаем, закон пытается минимизировать количество смертей в пространстве жизни. Как можно меньше, а не как можно больше, закон пытается кого-то обречь на смертную расправу, на смертную казнь. И вот возникает такое решение. А пускай он берет ее в жены. Да, пускай он берет ее в жены. Решение такое довольно странное, да, друзья? Вот он уже один раз ее унизил, да, вот изнасиловал против ее воли. Пускай он будет ее и мужем, получается, дальше. Да, вроде бы, ну, странное решение. Но есть какие-то свои, какие-то проблески, проблески какого-то, какой-то правды, что ли, какого-то рационального момента в этом решении. Потому что, если не это то, что, какое наказание? Ну, вот два варианта. Один штраф, как кажется, маловато, а дальше будет уже смерть. Больше ничего не бывает в этом завете. Ну, можно кого-то еще наказать физически. Ну, что это такое? Видите, не было системы ВСИН, не было сроков, да, там, 5 лет все время, 15, 10. Ничего этого не было. Можно было кого-то либо убить, либо штрафовать. Но штраф это мало, смерть это много. Смерть много за изнасилование. Вот. Что делать? Вот такое решение. А пускай он будет ее мужем. Пускай он даст часть своего имущества во веки вечные. Без права на развод этой обиженной им девушки. И пускай она будет хозяйкой в его доме. Это раз. Второе. Штраф, да, либо приданное, либо выкуп. 50 шекелей стекли серебром ее отцу. И вот такое мягкое решение, оно тоже предписано здесь. То есть, можно поступать было и так. Чем эта мягкость обусловлена? Тем очень простым фактом, моментом, что ничьи права никакого взрослого еврея тут не были нарушены. Ну, кроме права отца, но эти права не могут быть компенсированы выкупом, штрафом. Дальше. Заканчивается глава 22-я. Очень таким довольно странноватым предписанием. Еще одно странное предписание, которое нужно нам сегодня разобрать. Никто не может жениться на жене своего отца. Нельзя поднимать край одежды отца. Два странных высказывания, два странных части странной в этом предложении. Ну, как это жениться на жене своего отца? Что тут такое имеется в виду? Ну, конечно же, вероятнее всего, имеется в виду не мать. Она жена твоего отца, но она тебе не мать. Она, возможно, какая-то является вторая жена, то есть часть гарема. И в главе 21-м мы этот момент разбирали, когда была первая жена, и вот вторая жена появляется. Так вот, вторая жена после кончины отца, возможно, была молодая и тебе симпатичная. Ты был и сыном этого отца. Ей желание вступить в брак с этой женщиной. Нельзя. Непозволительно. Не бывает такого. Нехорошо поступать так. На своей мальчишке жениться противоречит каким-то базовым принципам взаимоотношений между людьми, между отцом и сыном. Не может быть общей женщины у отца и у сына. И вот об этом говорит закон. Нельзя. Воздержание от такого брака является способом показать почтение к своему отцу. Отец вызывает, заслуживает почтение, уважение. И форма выражения этого почтения такая, что ты не претендуешь на жену, на вторую жену, на, может быть, на наушницу своего отца. Так поступает, выражаешь уважение к отцу и не поднимаешь края его одежды. А поднимать край одежды – это было выражение такого непочтения к своему отцу. Так поступил хам по отношению к своему отцу Ною. Да, вот мы помним эту историю. Дорогие друзья, глава 22, она нами прокомментирована, прочтена. Глава довольно сложная, довольно такая она прямолинейная, нескромная глава. Рассказывает нам о найденных предметах, об одежде, о смешении и несмешении. И в конце концов она рассказывает нам о правилах вступления в брак, о ценности девичества, девства в жизни человека, культуры библейской. Спасибо за внимание. С вами портал exoget.ru из Петербурга. Всего хорошего. Продолжение следует...